сегодня у нас будет трэш-обзор вот этого музыкального центра который меня попросили попробовать отремонтировать либо оставить на запчасти скажем так сейчас вы увидите то состояние в котором очень часто музыкальные центры попадаются вообще в целом не именно мне а попадаются в таком состоянии их пытаются продать под видом рабочих это боевой sony он не знаю уж только в бане работал но или еще до этого в гараже или в какой-то кафешке но последнее место пребывания этого аппарата это баня стоял он судя по всему на полу по крайней мере колонки потому что вы увидите далее что есть модель конкретно на этом аппарате не знаю где написано на морде новые я увидите в названии однодисковый двухкассетный вот это вот панелька низковода она сейчас снята вернее она снялась сама когда я снимал переднюю панель с виду он выглядит компактным на очень навороченным допичками на самом деле моделька весьма интересная и любопытная даже любопытнее некоторых более больших эта сеточка помытая и помятая эта сеточка целая видите вот эта колонка с виду выглядит лучше но не спешите радоваться так сам центр без коррозии по крайней мере по корпусу откроем это протяжный механизм вот у нас с автореверсом и этот софт реверсом и знаете в чем интерес этого сони кассета воды будут рады такому аппарату знаете почему а потому что здесь четыре мотора на весь протяг здесь два мотора и здесь два мотора то есть протяг выполнен на одной плите у каждого раздельное управление у каждого свой мотор это прикольненько здесь есть переключатель по ходу типа ленты механически что интересно так вот у нас все достоинства как обычно на крышах написано вот и модель вот такая вот модель этого сони компакт диск 1 не 3 не 5 самом низу находится головка без защиты от пыли регулятор громкости не цифровой аналоговый то есть у него есть минимум есть максимум джойстик для настройки эквалайзеров это дисплей спектроанализатора это дисплей информации управление тюнером получается что еще особенность этого аппарата это видим очень старый аппарат поскольку здесь нету аукса вместо аукса у нас вход фонокорректора кто-то мог подумать что это аукс но нет вам называется фону то есть линейный вход точнее линейный обход в этом аппарате именно для винилового проигрывателя обычного входа тут нет вот такая вот примечательная особенность но в нынешнее время даже кому-то минус а кому-то плюс через вот такой вот аппарат можно слушать пластинки потому что сейчас не так то просто найти девайс с фонокорректором так но в каком же он прибывает состоянии давайте возьмем самца особенность этого аппарата еще в том что у него пристегивающиеся и отстегивающиеся колонки это наследие соневских магнитол которые можно вот так вот взять и он возьмется вместе с колонками и будет довольно таки увесистые то есть это можно его сделать как мини система можно сделать его как моноблок сам по себе аппарат весьма увесистый давайте я его вам покажу смотрите здесь у нас отслаивается панель там у нас сбоку есть повреждения вот это все что из него высыпалась антенна отверстие этот аппарат собран на стк как обычно на стк по он 41 62 вот еще наклеечка так ну сзади вот он фонокорректирующий вход выходы колонок сетевой провод радиатор усилителя нет здесь трансформатор даже находится тот очень плотная конструкция снизу и очень пусто сверху здесь пустого места немного здесь пустое место только вот здесь вот где ручка есть и вот здесь вот все вот эти вот отверстия получается где вот здесь пусто могли бы намутить еще чтобы батареек работал кек так здесь у нас фиксатор колонок какое-то видимо колонки здесь задвигаются так но сейчас мы посмотрим на колонки аппарат ударенный в общем то изначальная проблема это не включение при включении вспыхивает вот этот дисплей при выключении он тоже вспыхивает оказалось здесь все очень плохо кстати не сказал насчет плохо не сказал про состояние протяжки ролики здесь вроде бы ничего но вроде бы и так себе вроде бы упругость есть но они шуршавые сильно короче этот центр падал вот это вот нам об этом говорит именно в этом месте у нас производится подключение передней панели к основной плате причем подключение двойное с помощью гибкого шлейфа и с помощью штырьков так вот вот это место куда подключается штырьки она вылезла наружу и более того плата имеет трещины вот как раз рядом с вот этими разъемами передняя плата имеет трещину и плата имеет скол в районе кнопки включения то есть передняя плата у нас разбита но несмотря на это когда я воткнул этот шлейф назад произошло чудо засветились часики и он среагировал у нас висит постоянка не включается не светит кнопки если мы его чуть-чуть шевельнем попробуем как-то вот теперь по стоянке нету по индикации закрутились моторы засветились кнопки но вот опять ушел защиту защита отпускает опять включается шипение на всех источниках но на тюнере она более сильная смотрите а уже даже на тюнере просто не меняется звук усилок рабочий но имеются имеется давай вырубать звук то есть усилок рабочий но имеются те контакты которых быть не должно то есть как кто-то говорил технике есть только две неисправности отсутствие контакта там где он должен быть и контакт там его не должно быть так вот здесь это это получается что есть из-за трещин в платье у нас что-то куда-то подкорачивает видимо но при этом вот то есть то нет в общем то он просто не рабочий ремонтопригодный сама голова но стоит ли она того если мы взглянем на состояние колонок и так давайте начнем с самой печальной вот с этой здесь можно просто сделать вот так вот при мне эту колонку когда искали когда погрузили в машину она была уронена и случилось вот что водяна на бетонный пол и вот такая вот вмятина и самое интересное что вот эти вот разводы я вымыл эту сетку получается с мылом эти разводы все равно остались далее отсутствует пьезоизлучатель и можете видеть что динамик есть динамик нормальный но отсутствует проводка идущая на высокочастотник где же самый высокочастотник высокочастотник есть вот он знаете что самое печальное что этот высокочастотник отлично бы подошел в соньку rx 77 тот серебристый центр у которого были колонки с тремя в че динамиками в каждой вот это бы отлично туда пошло царите конденсатор на ней то есть есть кто-то спиздил провода винтики вот они есть колонки здесь по состоянию только разбор ремонтировать эти колонки никто не будет и нет смысла как видите вот это работает вот это не работает а не работает она вот по такой причине мало того что там спиздили проводку здесь вместо провода вот это и если крутить динамик то динамик ни в какую не вытаскивается потому что провод там в натяжку не знаю что бы это значило но вот так вот клонки фазоинверторные вот у нас уплотнитель и ответная часть фазиков вообще аппарат интересный был интересно как он звучит скорее всего звучит он прикольно и хорошо но вот так вот вот такова судьба у этого аппарата модель колонок и самое главное что с ними случилось смотрим на состояние но сверху они просто покоцаны от жизни а теперь идем вниз вот так вот здесь вообще отвалился кусок перевернем смотрим вот так вот такого не состояние это а колонка которая якобы выглядит хуже которая грязная вся хотя и ветерал она не оттерлась нихера но давайте посмотрим на ту колонку которая с виду работает и вообще хуете которая к тому же они еще лежали в разных местах вот эта колонка даже кажется чище эти сверху еще ничего вот здесь вот есть косичок правда способ крепления вот такой вот кстати то есть если колонки разбирать на выброс вот эти вот полозья можно выкрутить и просто воткнуть сам аппарат чтобы они были то есть можно будет присрать другие колонки здравствуйте вы где хвост промочили мадам вот вы где хвост опять промочили где промочили хвост смотрим что у нас тут уют твою мать причем смотрите здесь вроде бы пленка не порвалась здесь вроде бы еще что-то нормально но смотрите вернее давайте послушаем и посмотрим слушайте здесь просто полное расслоение смотрите что у нас с этой стороны смотрите насколько он вздулся капец так вот такая вот дыра вот это самое самый очаг получается вот он просто как печенье мягкий как-то из 90 раскороченная вот если вы настолько сильно намочите дсп вам просто превратится в печеньку здесь он жесткий здесь он вроде не крошится но здесь это просто печенька вот слушайте вот тут а должно быть вот так но при этом эта колонка функционирует а та которая вроде бы более целая не функционирует смотрите и вот здесь вот вот такой вот трэш даже сверху здесь типа вроде бы все цело но даже вот здесь вот давайте еще раз покажу вот так нагляднее будет смотрите как его надуло при этом целая сеточка нормальные динамики все на месте то есть вот эта колонка электрически целая здесь тоже смотрите все надуло сверху нормальная это просто жесть это по любому нецелесообразно ремонтировать но все-таки напишите что с ним как с ним поступить то есть разобрать колонки на динамики оставит только динамики или оставить их комплектом и вообще вот из тех кто его смотрит нужен ли кому этот аппарат за символические 500 рублей полном комплекте нет ладно за символические 800 рублей что-то я загнул под восстановление почему такая цена на потому что здесь все есть здесь целый усилитель целый трансформатор целый динамики потому что даже если продавать по частям он выйдет дороже поэтому 800 рублей вот полным комплектом я знаю что попробую вот тут вот частоту навести чтобы так позорно эта колонка не выглядела если кому нужен обращайтесь я настолько сильно убитый не хочу поднимать потому что я с этим вряд ли справлюсь протяжка у него просто почистить пасеки поменять она будет работать она нормальная она функционирует моторами крутит в общем саму голову поднять можно колонки точно нет колонкам только другие корпуса ну łącz